Друзья, здравствуйте! Ну что ж, этого никто не ожидал, но Алена подвела нашего спасенного пиосика к вольеру волков, и все волки отреагировали очень хорошо на него, и мы решили завести и показать вам это общение. Он как бы уже, находясь в парке, он привит, он отсидел необходимое время отдельно от всех животных, ну а сейчас вы посмотрите, как этот красавчик находится у нас в вольере с волками. Представляете, вот жил просто уличной собакой был, никому не нужно, все тебя гоняли, ты был везде изгоем, а сейчас ты можешь полноправно гулять с волками. Даже наш волк Антей, он очень хорошо на него реагирует, видимо, то, что это кобель, взрослый кобель, и он начал подчиняться ему. Да, кстати, друзья, сейчас еще раз Антей подойдет. Ален, ты посмотри, то есть на улице есть курицу, забрав у волков, это вкусно, друзья, а мы даем ему внутри дома индейку, корма премиум класса, разные виды курицы, и он не хочет этого есть, а здесь вот курицу у волков забрать, это вот само то. Вот, посмотрите, размер взрослой собаки и волчонок полугодовалый, полярного арктического волка, Аляска. Ну ты, конечно, странный, скажи, меня тоже кормили завтраками детскими, остатками детских завтраков. Да, и, кстати, друзья, кто не знает, она вожак в этой стае. Эта собака порода сибирский хаски, и она является вожаком. Ну, вот волки обнюхивают метку собаки. Посмотрите, как ему вкусно, я аж сам есть захотел. Да, 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 знаете, вот это реально сосиски, и все в целом кушается на природе намного лучше, чем дома, примерно то же самое. Вот, как, к примеру, Антей ходит туалет, как щенок еще. И, друзья, ну вообще, на самом деле, никто этого не ожидал. Это очень прикольно, то, что теперь он сможет общаться с такими вот своими новыми друзьями. Вот. Да, у нас здесь получится Аляска, и он теперь вожак этой стаи. Так что, дорогие наши друзья, вот такой вот интересный момент сегодня произошел. Да, 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 корошка. Вот такой вот сегодня момент интересный произошел. Собака была принята волками. Но собака, как вы все знаете, с очень тяжелой судьбой. Вот сейчас вспоминаю это все. Некоторое время назад он просто жил возле магазина и просил хоть какую-то еду, чтобы ему дали прохожие люди. Но никто этого, конечно же, не делал. Итак, друзья, вот сейчас наш песик ходит здесь. Он хотел порычать, но нужно было чихнуть. Вот, наш песик ходит, высоко подняв хвост, он ведет себя здесь сейчас как доминант. И Антей все-таки старается, он не может понять, почему кто-то пришел ко мне вообще здесь в дом и пытается себя так вести. Но с учетом того, что Антей молодой еще кобель, ему даже еще нет года, он не ведет себя сейчас как вожак этой стаи. Видите, наш песик ходит здесь, активно все метит. Он явно показывает то, что он здесь главный. И его поведение и язык тела говорит о том же самом. И, конечно же, все другие жители этого вольера прекрасно это понимают. Ракель, конечно, старается играть. Но он сейчас здесь, видите, ведет себя как человек, который осматривает свои владения. Обметил уже практически каждый угол, да, уже все. Сказал, что это мое. Антей ходит все. Не может понять, что за наглость вообще здесь. Ничего, Антей, скоро ты будешь огромным волком. Вот, посмотрите, друзья, чуть больше полугода Антею и собачка, которая там несколько лет, ну, то есть взрослая. Все, играть, играть, скажи, я покушал. Теперь у меня появилось настроение. Так что, дорогие наши друзья, сегодня для нашего песика произошел такой очень интересный в жизни момент. Он познакомился с настоящими волками. Причем не с обычными серыми волками, а черным канадским волком и полярным волком. Ой, так вот играть, играть, играть. Я думаю, что представить даже такого он не мог, когда жил на улице и просил какой-нибудь кусочек еды у прохожих. А взамен получал только какие-то побои, избиения и гонения себя отовсюду. Так что, дорогие наши друзья, сейчас он еще немножко погуляет, и мы пойдем уже домой. У него будет время дачи таблеток и пора ему отдыхать. Ну, нужно дозированно знакомить все-таки его с волками, и вставлять его сейчас не нужно, потому что они недостаточно знакомы, это все нужно проводить очень аккуратно. Ну и полагаю, что он не будет оставаться с волками в вольере без присмотра, потому что и он с желанием доминировать, и... Аляска, ты же девочка. Ты же я вожак. Да, я вожак. И он с желанием доминировать, и Андей вроде как не хочет отставать. Ну, чтобы не было дополнительных конфликтных ситуаций, мы все-таки не будем этого делать. Но вот так вот вам показать захотели. Видите, друзья, все равно чихает, все равно вот это вот есть у него... Ой, 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 ой. Сракель бегает, играет. Так же, дорогие наши друзья, всем прекрасного дня. И полагаем, что вам было очень интересно посмотреть на такой уникальный момент, как знакомство собаки спасенной с волками. Да, малыш, хороший. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!